Всем привет, друзья! Вы смотрите ежедневные влоги КМВЗМН. Мы сидим на балкончике. Утро сегодня, 19 августа. И вот такой вот у нас, собственно, завтрак. Клёво, да? Всё потому, что нам нужно съесть это. Пропадёт это. Вот. На самом деле, сегодня идём на рынок. Он здесь, по этой же улице, вверх, так, к Афинам. Афина, видимо, ещё и район есть, Афина, где чё. Но почему-то все местные говорят, кто там. Ну, это в сторону Афины. Наверное, больше центра. Да. Вот. Ну, в сторону, в общем, Акропля. Вот. Поднимемся до рынка, походим по рынку, посмотрим, что там. У меня же шлёпки порованные, надо будет купить шлёпки. Надо будет посмотреть ещё что-нибудь. Потом пойдём до... Вообще, хотим в этот метро-мол большой, типа нашей Меги. Только ещё больше. Посмотреть, что там есть. Ну, в общем, увидимся. Увидимся. Ну, всё, мы собрались, покушали, поговорили уже с Россией. И всё, и отправляемся на базар. Всё, мы идём, мы идём по тени, потому что мы обгорели его на Алисе. На солнце становится жутко больно, жгёт. Я пока не почувствовал этого. Возьми не видишь, что это обгорело. Я просто коричневый. Да, 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 да. Краснота вся уже прошла. Вот. И вон там уже смотрим. Что-то здесь машины, смотри, побольше. Хотя сегодня понедельник, рабочий день. Хотя у них короткий понедельник, это короткий, как у нас пятница. Вот. Ну, ищем рынок. Ну, всё, мы нашли рынок. Его сразу слышно, потому что все кричат. Арбуз 35 центов евро за килограмм. За спиной остался продуктовый, овощевой рынок. Это сейчас впереди одежда всякая самая разная, как мы понимаем, наверное. Здесь уже потише. И здесь как у нас на рынках. Здесь реально как у нас на рынках. То есть здесь даже запах чувствуешь какой-то такой же. Всякими китайскими вещами. Друзья, ну мы прошли весь рынок. Вот. Подытожим. Фрукты, овощи, всё здесь, ну, всё свежее. С утра свежее, к вечеру всё. Цены, как у нас. Да, цены всё ниже, 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 ниже. Потом к вечеру, как и в Чигей рассказал. Потому что чем меньше остаётся продуктов, и чем меньше до закрытия рынка, тем всё это быстрее хотят скинуть. Вот. Одежда, ну, всякая, всякая китайская одежда. Вот, самая-самая-самая разная. Вот. Всё как у нас, всё как у нас. Ну, не так, конечно, как у нас. У нас всё в одном месте. Здесь фишка этого рынка в том, что он каждый день в новом месте. Вот так вот улицу перекрывают, и всё. И по этой улице только рынок, только рынок. Ну, а сейчас мы пойдём до брата Евтихи, то есть, ну, до моего духовного брата, получается. Как вчера, вчера пришли к выводу, что моя крёстная мама, это по-гречески «но-на-ка». Да. «Нона». «Нона». А, ты всегда думал, что это кто? Я всю жизнь, да, ну, как бы лет 13-15, наверное, даже думал «Нонака», что её зовут? Так уж греческое именно «Нонака». Тут и Еленица, Елена. Вот. У неё вот Евтихия, дочка, которая нас встретила, с которой мы катались везде. Вчера ещё Яник к нам присоединился, это брат Евтихии. Вот мы сейчас к нему хотим сходить. Он недалеко живёт, поэтому погнали. А от него уже у нас, возможно, довезёт до метро-мола или до музыкального магазина. Друзья, вот видите, вот такие вот козырьки на балконах. Они на всех домах разного цвета. Ну, в смысле, если на одном доме зелёный, то все зелёные делают себе. Вот. И вот такие вон там оранжевые есть и всё прочее. Это, короче, ну, от солнца, вы так, наверное, поняли. То есть можно загородить свой балкон полностью от солнца, но под наклоном. То есть воздух будет проходить, но будет солнце не будет, печь не будет тебе. Вот. Это очень... очень разумно. Спасибо, друзья, что пропускаете нас на зелёный свет, конечно. Греки, они... Греки, они ещё те, блин, лихачи. Не пропускают, бывает, но... Мы же не обижаемся. Они с улыбкой это делают. Чуваки, приехали мы в вот этот вот метро-мол Афины. Видите, Athens Metro Mall. О, как я круто сказал, да? Согласись? Да, метро-мол. Athens Metro Mall. Я вспотел, походу, да? Пока доехали. Это я вспотела, в рубашки ходили. Да, но ты-то... Не трогай пичок. А, прости, прости. Вот, заходим внутрь, будем сейчас искать всякое-всякое. Очень страшное кино. Да здесь вообще просторно. Это белье нежное. У нас тоже такое. Не здесь ты его покупала, а в Омске. Ну что, друзья, мы только что были в Zara Home. У нас такого в Омске нету. То есть это та же Zara, только всё, что для дома, как икея. Только ещё круче. Конечно, наша Мега, если честно, отдыхает, наверное, е. Не знаем пока ещё точно, но здесь магазинов, конечно, в 500 раз больше. Там внизу ещё паркинг. Ещё сверху, вон, этажи. Есть, где покушать, есть, где посмотреть кино даже. Есть лифт. Вот. Ну, блин. Тут клёво, клёво. А цены? Цены, на самом деле, как у нас и ниже, чем у нас есть. Дороже, в принципе, ничего пока не видели. Особенно в Zara. В Zara сейчас распродажи. Там, допустим, пурту мы видели кожаную. Мы хотели покупать в Омске за 4,5. Здесь она стоит где-то 2 300, 2 200. Вот. Люди ходят, люди с глазей. Даже здесь некоторые непривычно. Но здесь мне намного проще снимать влоги, потому что никто не знает, что я говорю. Хотя русских очень много. Хотя русских очень много. И особенно в том районе, где мы живём. Одни эмоции положительные от ваших комментариев. Огромное вам спасибо за добрые слова. Мы прошли много магазинов и всё-таки остановили свой взгляд на Pull&Bear, на нашем любимом. Мы купили там много всяких... Ну, не так уж много, но... Мы едем на последний этаж. Мы ещё на нулевом не были. Да, ну там ещё нулевой. Ну там паркинг, я так понял. Нет, там всё магазин. А там KFC, а там KFC, KFC, KFC. Это не то, что у нас. Смыв. Чуваки, мы купили мне ещё шлёпки. Шлёпки стоят 5 евро. А вот он, чё, факт. Местный диджей какой-то. Это радио Мегамол, видимо, он здесь... Ой, Метро Мол. Там это где? Либо звоним уже и едем. Мы закупили тут два бутерброда с ветчиной и с ветчиной, по-моему, только... Разная ветчина. Я буду пить холодный. Называется... Холодный кофе, у них называется Фрапе. Мы научились уже его готовить. Мы потом вам покажем, как это делать. Ничего сложного, но очень вкусно. Погнали кушать. И вода бесплатна. Вода бесплатна сразу всегда, везде, в любом заведении даётся холодная вода со льдом. Ладно, мы перекусываем, звоним и в Тихии, и едем. Ну, ещё заглянем в тот супермаркет. Посмотрим, что там по ценам. Может быть, что-то возьмём, какие-нибудь печеньки домой. Вот этот вот Алисин. Вот этот вот Майка. Вот салфеткой. Всё нам это обошлось в 13 евро. Ну, всё, друзья, мы ещё закупились продуктами. Вот они у меня здесь на руке. Что ещё? Масло для волос купили, потому что боимся, что они станут жёсткими на солнце. Ещё сейчас у какого-то индуса купили здесь силиконовый резиновый чехол для телефона. Надеемся, он не будет слетать. Он стоил нам, обошёлся... Не дёшево. Ну, не дёшево. Да, не дёшево, на самом деле. Ну, мы сейчас в хорошем настроении, поэтому не стали спорить. 7 евро. 7 евро он стоил. А на eBay можно взять 1 доллар. Ну, что, блин, на eBay долго ждать, а мы здесь. И я боюсь его потрепать сильно, телефон. Поэтому взяли этот за 7 долларов. Нормально. Всё, ждём и втихию. Сейчас она подъедет и едем обедать. Хотя время уже, наверное, для ужина. У меня уже есть и куча. Не хочешь? Я так. Хочу-не хочу. Чуваки, мы приехали домой. Уже смонтировал влог, поставил на рендер. Осталось ещё... Ещё 3 дня. Какая-то... Ну, воняет. Какая-то беда с инвестиционером. Он реально что-то воняет. Вот, может из-за того, что мы, конечно, открыли здесь. Но здесь с ним дико холодно, без него жарко. Мы открыли все окна. И стало всё равно душновато. Хотели включить. Включили, он что-то от него за пашок пошёл. Ладно, короче, всё. Мы ложимся спать. В смысле, мы уже легли спать. Я вспомнил, что я не попрощался с вами. Поэтому мы прощаемся. Увидимся завтра. Завтра пойдём по магазинам опять. Пойдём в другой магазин искать. Рядом с нами. Всё, друзья. С вами были мы. Всем отличное настроение. Смотрите ежедневные блоги Кэмвизмен. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Читайте Twitter. Смотрите Instagram. С вами были мы. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»